Этот день они всегда встречались в шумной компании. И уж точно не на кладбище. Теперь так. Татьяне лидер сегодня исполнилось 68 лет. Поверить в то, что ее сестра-близнец погибла, никто не может. Обе 45 лет в медицине. Обе работали на станции скорой помощи. Мы это старое с тобой точно не будем. Мы с тобой как артистки будем. Что мы не будем стареть ни внешне, ни внутренне. Хотели долго прожить вместе. Но в октябре 21-го года Валентина Катеневой не стала. В тот вечер на трассе Барнаул-Новосибирск произошла авария. Валентина приехала на вызов. В тот момент, когда женщина хотела еще раз убедиться, что один из участников аварии мертв, ее саму сбила молодая девушка, которая вылетела на обочину. За рулем находилась жительница Барнаула Дарья Волокитина. В декабре Новоалтайский суд назначил виновницей аварии три года лишения свободы в колонии-поселении. Потерпевшие крови не требовали, приговор их устроил. Но каково было удивление семьи, когда 24 марта суд апелляционной инстанции отменил это решение и назначил наказание для Волокитиной условно вместо реального срока. За смерть мамы, бабушки и жены, считает семья, девушку практически оправдали. У нее были настолько характеристики, что это смешное. С 8-го класса принесли характеристику, что она в Олимпиаде заняла какое-то место. А к чему это имеют такие характеристики? Зачем они нам? Мы будем дальше бороться. Будем обращаться в другой суд. И если тот оправдает, и в следующий будем обращаться. Потому что такие поступки нельзя с рук спускать. С тюрьмы, какая бы она ни была, выходят. Отсюда никак. Нет. Ни разу еще никто не выходил. Валентина Катенева лечила людей до последних минут своей жизни. До пенсии ей оставалось всего два месяца. По словам ее родственников, виновница аварии ни разу по-человечески не попросила прощения. Говорят, приезжала на кладбище, подложив скромный венок возле могилы. Я пытаюсь где-то найти какую-то отдушину, чтобы хоть мозгам посветлее было. Я ее не нахожу. Так, наверное, будет до конца. Ой, тяжело. Тяжело, очень тяжело. Мне очень тяжело жить с этой мыслью, что мы не можем наказать того, кто забрал жизнь моего дорогого человека. Это очень тяжело так жить. Я думаю, что я должна продолжить эту династию. Я прям твердо решила, что я любыми способами пойду в медицину. Ирина Корчагина. День с толком. День с толком.